воссоединимся с нашим блудным воином давай попробуем смысле его вы не лупашите наш клирик этого не понял наш клирик этого не понял мне придется его интереса отстаивать извините у нас получается гоп-гоп контора вот так вот смотришь пиару сплэй меня зовут саша играем в дарк и дарки самым сложным классом будем играть да есть мнение есть мнение что волшебник это самый сложный класс в этой игре я с ним не спорю потому что еще не играл им возможно сегодня с этим мнением не буду спорить потому что я играл им приятного тебе аппетита удаляем персонажа дедовским способом прошлый век я его серьезно говорю игру сделали сколько там год назад чуть больше а здесь технологии прошлый век просто вот прошлый век зашла на она мне только нравится чем я не знаю чем-то нравится чем-то очень даже нравится ну окей вот он волшебник геморрой один и тот же готово жаль его нельзя кастомизировать так как можно кастомизировать персонажа в данженборн в том же ой жаль здесь нужно удалять предыдущего персонажа потому что версия игры у меня не легендарная причем они они такие молодцы нет нет даже не эпическую придумали да а вот сразу легендарную ну понятно хотя в данженборн можно создавать сколько угодно персонажей но я по крайней штук 8 создал вот и никаких проблем ну такое такс то принял всех принял давай рассмотрим его скажем так в разрезе начнем с перков и навыков а потом заклинание посмотрим значит навыки значит навыки медитация персонаж входит в состоянии медитации и восстанавливает 34 единицы заряда заклинание с 24 секи хорошо вот это вот это вот меня больше всего расстраивает что здесь нужно будет ждать в рамках видео на ю тубе это просто вот как серпом по горлу но хорошо и заклинание естественно запомненные а то мало ли что там из головы вылетел но прикинь вот такой вот маг что просто вылетела из головы заклинание ну забыл такс прилип манны дает 10 процентов бонус магического урона так стоп а здесь никакой магии не надо для на заклинание они просто кастаются в определенном количестве потом отдыхает и 5 кастаются окей то есть теоретически манны есть но на очень специфическая вот очень специфическая как они здесь ее видят давай посмотрим что еще есть обратные обратная аркана каждый раз когда вы наносите урон арканой магией арканной то получаете суммирующийся бонус дарующий 2 процента скорость течения заклинаний и 2 процента бонуса магического урона аркан аркан аркана и на 20 на 70 да блин это ради семи секунд делать этот навык может смерть до пяти секунд пяти раз что-то мне он не очень нравится его продолжительность обновляется с каждым успешным накоплением а вот это все меняет стать но для этого нужно постоянно херачить а он не может постоянно херачить а между заклинания заканчивается и по ман анонима на заклинание короче мастер арканной магии дает 5 процентов бонус магического урона арканной они меня путают тем что то она арканная тон арканой 1 н 2 н хорошо окей надо к этому привыкнуть и уменьшает время чтения заклинаний арканы на 5 сек наверное еще бы понять это и заклинание это арканная магия него или нет арканы мастер огня до 5 процентов бонус магического урона огнем длительность наносимых ожогов увеличивается на 2 секунды а у обожженной цели снижается входящие физическое лечение на 50 процентов и входящая магическое лечение на 50 процентов на 5 сек это знаешь неплохо неплохо мастер огня мастер льда нанесение урона магии льда замораживает ноги цели и не позволяет и двигаться в течение 5 секунд 0 5 секунд 0 5 секунд 0 5 секунд 0 5 секунд думаешь он успеет убежать за 0 5 секунд волшебник от врага если надо убежать или успеть ли он что-то сделать за 0 5 секунд до льда щит дает 20 рейтинга брони вызывает обморожение атакующих вас в ближнем бою врагов снижается на 20 процентов скорость перележения и на 20 процентов скорость действий на 0 5 секунд не имеет эффекта во время перезарядки сплав когда вы наносите магический урон огнем цель теряет 10 процентов сопротивление физической физическом урон на 5 секунд но в команде да хотя может и не в команде да но они очень даже сочетаются быстрое чтение понравилось мне только изображено дает 15 процентов скорость течения заклинают это вот эффективно хотя это тоже вроде бы я бы взял быстрое чтение если что реактивный щит получение урона дает вам арканный щит который длится 3 секунды этот щит может поглотить 15 любого урона и повторно активироваться только о недолгой перезарядки после ну допустим что-то в этом щите есть такое мудрец 10 процентный бонус к знанию избыток заклинаний уменьшает бонус знанию на 20 процентов и увеличит количество зарядов всех заклинаний на 60 процентов то есть технически он может запомнить меньше заклинаний разных но те которые запомнил заряда зарядов у них будет больше это в принципе может быть даже она того стоит хотя может быть ему нужно много может быть эффективнее иметь много разных заклинаний чем больше зарядов одних и тех же заклинаний мастер посоха использование оружия типа постах 2 магического урона оружия интересно ну попробуем с этим для начала конечно же арканный щит создает вокруг вас щит который поглощает 15 урона от всех возможных источников течение 12 секунд при достижении максимального количества поглощения щит спускает и спускает чародейский взрыв нанося 5 магического урона вражеским целям в радиусе двух метров вокруг себя не думаю что медитацию она перекроет время чтения вашего следующего заклинания сокращается до 0 1 секунды следующего то есть повторное используемое заклинание да это имеется ввиду неплохо кстати неплохо но посмотрим пока так на дальше глянем так огненный шар выпускает горячий огненный шар наносящий 25 магического урона цели при прямом попадании 12 магического урона по окружающим целям отбрасывая близлежащие цели назад замедление уменьшает скорость передвижения цели на 40 процентов на 2 с половиной секунды что-то что-то более ощутимое вполне себе замедление волшебные стрелы выпускает до 10 самонаводящихся магических стрел каждый из которых наносит до 11 магического урона заклинание прерывается при движении это очень эффективная фигня и часто ребята пользуются это было замеченным на не раз спешка повышает на 5 процентов скорость передвижения дает 10 процентов скорости действия и 10 процентов скорости чтения заклинания на 8 секунд применяется на себя и если цель не указана невидимость дает цели невидимость на 4 секунды увеличивает на 5 процентов скорость передвижения применяется на себя если цель не указана взрыв через три секунды на выбранный в выбранной области происходит взрыв которая носит 28 магического урона и поджигает все в радиусе метра я бы взял это даже вместо спешки например это что такое цепная молния выпускают молнию которая поражает цель электричеством и перескакивает на следующую цель до трех раз в радиусе 8 метров интересно с двумя целями это сработает то есть туда-сюда она перескакивает на ту же цель на которую которую уже поразила до этого молния наносит 35 магического урона и не попадает в одну цель дважды понятно может переключиться на заклинателя если тот находится поблизости не помню чтобы до использовали удар молнии выбранной области выбранную область ударяет молния наносят 30 магического урона и снижая скорость передвижения на 20 процентов на одну секунду вот этим часто пользуется сколько я могу судить огненное оружие вспоминая воспоминяет оружие цели атаки этим оружием наносят дополнительные 5 магического урона и поджигают врагов я бы взял вот это вместо замедления хотя ледяной снаряд носит 30 магического урона цели снижая ее скорость передвижения на 20 процентов и отнимает 20 скорость действий на одну секунду ну а это что носит 20 магического урона и поджигает цель на одну секунду а это шар света создает сгусток парящего света чтобы ярко осветить окрестности рассеивать невидимость запирает дверь или сундук на 10 секунд магический замок давай пока без невидимости ударимся в ледяные снаряды например ледяные снаряды я не знаю это пока что так все на пробу разумеется чем этот посох отличается от этого урон 23 скорость передвижения 30 минус магическое лечение 1 а здесь скорость передвижения минус 20 магический урон 4 преодоление с определением магии 15 процентов а он лечиться не может так что магическое лечение зачем магическое лечение да этот пожалуй до при этом он может пользоваться книгой заклинаний не может пользоваться мечами всякой фигней но может пользоваться рондельным кинжалом что по-моему граничит со суицидом в некотором роде так это у нас что сноровка скорость передвижения 6 здоровье скорость между минус 3 рейтинг сопротивление магии да вот не магии его чаще всего будут убивать не магия магическая сила допустим будет магическая сила воля я так понимаю воля ему нужна магическая сила и воля ну хорошо тут не то чтобы огромный выбор скажем прямо на фиг с ним посмотрим что это будет прямо сейчас во льдах через восемь часов закроется арена легендарный статус купи сейчас нет давай проем пойдем хотя а давай пробу я ни разу не пробовал а вдруг вдруг в этом что то есть да начнется приключение а если она тебе понравится то ты конечно же лайкни его или хотя бы как-то иначе да и знать что тебе прям зашло напугал он играет воином он играет воином а я грибу все чтобы если вдруг маг выживет будет хорошо давай не будем разделяться да тут кого-то заметил нет вот этот скелетик встанет ну давай на нем попробуем на ком-то же надо да это лучше делать издалека хотя можно и так его добить знаешь меня немножко удивляла самого начала то что посмотреть длина посоха да какая какая длина посоха если тебе не видно вот она у него заканчивается там где носок ноги при этом бьет он вот так определенно в этом что то есть так ах вот почему им не часто пользуется тут область не очень-то выберешь вот почему это не часто используемое заклинание второй удар такой медленно него просто капец ладно будем привыкать нужно только по одному даром носить хотя он долго ждет прежде чем обнулить тебе удар его берем хорошо эта штука мне не очень понравилось ее нужно ее проще под ноги совать значит хорошо я думал будет как данженборн фигня какая-нибудь под ногами какое-нибудь пятно какое-то красное под хочешь отдохнуть здесь что ли там уже ребята ходят я слышу один из ребят варвар это не успел восстановиться полностью да почти успела но не совсем вот теперь успела а что-то на за книга уэй 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 увы а что он хотел интересно вот он возмущается а что он хотел подскажи мне учитывая что у нас здесь уровень снаряги фуфло что он хотел надо его как-то выманить на самом деле веса насколько далеко эта хрень срабатывает а любопытно ну такое дело такое дело я так знал что он где-то лечится это было очевидно но где именно первого знает долго мы тут с ним будем бегать знаешь я бы не сказал что этот персонаж такой уж прям из себя плохой то что ждать надо да это напряг но вот этот урон достаточно неплохой достаточно просто хорошо попасть а имеет смысл стрелять в голову заклинаниями но наверное да я думаю да принципе если так вот аккуратненько присесть у тебя особенные не увидят такие вот волки такая херня да это не очень увлекательно меня самого коробит особенно учитывая что я знаю как это повлияет на восстанавливается она критически медленно я бы сказал только такой вопрос а если смысл костер делать с костром быстрее понятно хитро хитро собака но знаешь что приятно сравнение с чернокнижником например очень приятно то что ты понимаешь что твой промах безнаказан будет я объясню когда каждый раз ты сталкиваешься с платой кровью собственной жизнью по каждое заклинание это ну такое себе так и знал ну вот это тоже конечно надо выбирать места более такие тихие да тихие тропы хорошо сейчас попробуем не выходим давай попробуем давай пробуем кстати на что рассчитывал тот крендель когда когда выперся поперек мага на что он рассчитывал а тут все заклинания ну давай будем честны тут все заклинания абсолютно заденут его даже те которые не летят из самого мага а просто где-то там появляется взрыв на что он рассчитывал скажи мне когда он выперся и получил естественно заклинание в спину да на что ты наверное рассчитывал я не знаю на что но что-то там было я смотрю воинами здесь играют часто часто играют воинами с вот этой хренью я бы не связывался если что понятно я думаю что это такого блин насчет вот этого дела она заряжается долго она заряжается долго не то чтобы наносит хороший урон маг тоже такая жная штука она попадет прямо в него или нет мы играем магом в одиночку несмотря на то что ходим вдвоем подожди эта хрень вызывает вот эти штуковины а вот оно что не хватило да знаешь этим заклинаниями немножко проще попасть чуть-чуть я бы не сказал что сильно проще да блинский почему не загорелось то я его заклинание то а а а другое дело а она так быстро она так быстро уходит вот чем суть а я думаю в чем херня то вообще да а херня то вот в чем а а знаешь что а знаешь что не будем херня до заклинаний восстановить давай посидим ну кстати это заклинание восстанавливается еще быстрее чем вот это вроде бы или они синхронно восстанавливаются огненные шары очень долго восстанавливаются эта штука достаточно быстро восстанавливается эта штука вроде как восстанавливается еще быстрее это вообще медленно а это быстрее всего да нет вроде бы не быстрее всего так что-то типа якобы как будто но такое концепция чересчур оригинальная на мой взгляд восстанавливать себе вот так вот заклинание ладно здоровье хрен с ним погнали хотя может быть я не столь критично понятное дело что на этих ребят такое не тратят в основном это был лютый перебор естественно но типа всегда можно присесть блин да надо ждать больше минуты наверное чтобы восстановить все четыре заряда с другой стороны нужно брать таким образом себе заклинание чтобы садиться отдыхать только когда заклинание прям все потрачено потому что они восстанавливаются синхронно ну единовременно что не может не радовать потому что если бы нужно было восстанавливать только выбранное заклинание то есть выбрал это и восстанавливаешь только его это был бы конечно амнец я даже передать не могу какого уровня а так если найти укромное место типа например вот эту хрень и сюда можно залезть магом а это прямо это одно из тех мест куда можно было бы залезть будь это не маг а а какой-то другой персонаж а может они это и переделывали когда этой локации не было может быть я не знаю все может быть но залезть туда сейчас этим магом невозможно по крайней мере магом невозможно костерки да тут конечно все в кострах я знаю что магу бутылки то очень даже не повредят можно уничтожить или это можно есть возможность пойти глубже я думаю я и воспользуюсь из получится не самый удобный на самом деле персонаж для вот этого дела а что у него еще есть что чистым огуром физическое лечение ну хорошо а что него еще есть из оружия кроме кинжалов и посоха ладно возьмем я его загоню может быть потом а может и нет насчет командной игры я бы сказал так в этой игре в принципе в даркере принципе не особо она хорошо идет чаще всего она заканчивается но так типа в лучшем случае не очень до хрена отхватил и не все потратил кстати было подожди он пробивает щит и хрена он не пробивающий и урон в ноги конечно проходит мизерный совсем прям фигня прям фигня фигня насколько этими зарядами будет просто упасть в голову загоним мне бы уже туда лыжи вострить потому что уже куча врагов там жопу так и так продавать она эта хрень еще и закрывается стоп стоп они сутрон если я слишком близко подойдут не исключено я так думал что она так затягивается такс там у нас скелет лучник замечательно это не год на большом расстоянии это лучше и он похромал сюда это активировал скелет лучник или нет вот этого можно было бы снять возможно но он вроде как а эта хрень еще и тебя в ней запутывает и он носит урон но почему бы нет но почему бы и нет да и шарашит кстати в кустах неплохо сидеть или тем более за кустом это лучники так шарашит или что это такое вообще что это такое активное по-моему да нет задницу я попробую это вынести получится или нет я не знаю но попробуем количество урона здесь влиять оу факт или не влияет он влияет такая ничего страшного у нас немного времени но зато мы точно знаем что там должно быть открыто только где это там я не знаю потому что это там не здесь да APPLAUSE да Ага вот это где там давай быстрее быстро-быстрей быстрее быстрее-быстрее-быстрее быстро-быстрее-быстрее и мы успели хорошо deploy что мы успели мы здесь наверное отдохнем самом начале я планировал не сюда, но так уж вышло. Знаешь, что-то в нем есть. Я бы сказал, геймплей за него более такой камерный. Без ПВПшников. То есть ты сидишь, на жопе ровно, чилишь, восстанавливаешь заклинания самые эффективные или те, которыми тебе проще пользоваться. В принципе, этими волшебными стрелами, или как они, зарядами. Если наплотыкаться подкручивать этот самый прицел, то очень даже можно попасть. Неплохо так. Так, давай-ка, наверное, ждать. Да. Ждать, ждать, еще раз ждать. Жизни. Нет, во всех смыслах, но сейчас будет. Заодно проверим, что там восстанавливается. Быстрее или нет. Да, ощутимо быстрее. Очень ощутимо быстрее. Хм. То есть кастрироваться надо по полной. Он восстанавливает всю жизнь, и, как я понимаю, львиную долю заклинаний. Он с легкостью может восстановить. м-да. Хорошо. Это неплохо. А сколько нужно тебе огненных зарядов-то, а? Ну, по идее... А, два. Не так и много. А тебе? А тебе проще так проверить. Да, в голову попасть можно. И урон, я так понимаю, от огненных зарядов до лампочки. Куда? Попало. Потому что там, в принципе, поражает область. А вот, если говорить о... этой фигне, то неплохо бы прям целиться в башню. Давай, три раза и все. Два. Четыре. Пять. Шесть. Ладно. Ну, я понимаю, там все завязано сили, но... М-м-м. Да. Лады. И тем не менее, надо ждать. Надо ждать. Надо ждать. 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 Нет, все-таки неэффективно. Неэффективно. Надо тратить все. И рискуя остаться ни с чем, ждать, чтобы восстановить сразу все. Или не тратить вообще ничего и пытаться квасить этих самых мобов максимум при помощи этого заклинания и посоха, и такой-то матери, потому что это абсолютно точно будет такая-то мать. Задействованы. А потом, когда пвпшник придет, вкачивать в него все. Но он загнется. Он абсолютно точно загнется. В целом, очень даже не кисло. Странно, что он не загнулся еще здесь. В целом, не кислый урон. Да. логика подсказывает, что будь он действительно умным волшебником, он бы забил бы на все и взял бы три таких заклинания. Запомнил. Я не знаю. Как хочешь, так это и называй. Ну ладно, это уже не будем брать. Но опять же, геймплей камерный. Что-то в этом есть. Что-то плохое. Хотя, естественно, блин, знать бы, насколько его видно здесь. То, что здесь кромешная тьма, это ни о чем не говорит. Бутылки-то ладно, но если снимаешь бутылки, насколько его видно. Хотя, может быть, если бы я там был без бутылок, эта хрень бы меня не заметила. Сука, хорошая мысля приходит и посля. Зараза. Мне кажется, да, не заметил бы. Но тут, знаешь, попить чаек или что-то там пьешь. Почилить, я не знаю, попереписываться где-то с кем-то, что-то, поглядывая, послушивая. Скорее, надо прислушиваться больше, чем поглядывать на то, что происходит на экране. И вот в таком каком-то режиме это дело срабатывает. взрыв, взрыв очень даже мне нравится. Вот это слабенькая, зараза. Слабенькая, зараза. Так, стоп, а что у тебя вообще? хорошо. Не знаю, по-моему, Вадик, им идти, это что-то сродни суицида пока что. Я бы, скорее, лучше попытался вынести всю эту хрень. Где-то там. Он быстро перегорает, но в целом достаточно чтобы их убить. Вот этих тварей. хотя давай посуду будем собирать. Посуду, тут же вся фишка в посуде. Волшебник в посудной лайф, лавке. Нет, а вот воля 2. Да не, нафиг. Что-то в этом есть, но мне кажется, должны были бы насовать больше заклинаний, активных атакующих заклинаний против мобов ему, волшебнику. чтобы ему жилось полегче. А то, конечно, ну, такое себе. это что оно падает, то стальный шар. Да хрен бы с ним. Падает и стакается, но это тоже такое себе. пробивается гадюка. Ну, надежда его замочить в ближнем бою. честно говоря, тают. Хотя есть такая хрень, которая его может очень даже зацепить. Пусть будет. хрустральный шар, блин. передам, но здесь выход есть, а здесь лучник есть. Нет, не лучник. в целом. В целом он, конечно, становится отличной мишенью, когда стреляет. потому что двигаться нельзя. Но, сука, урон. Скорость передвижения. Может, пригодится. Но, сука, урон же, это не сработает, да? Сработает если это варвар, который дико сокращает расстояние, пытается сократить расстояние, тебе. Тогда сработает. Зомби возле большого сундука, но мы успеваем, в принципе. Мы успеваем его грохнуть этой штукой. неожиданно. Просто такой крепкий-то, А, ну да. Досталось больше всего ему. Не очень мы успеваем добраться до сундука. Нас уже шарашит что-то. Нас всегда все шарашит. Почти убило, кстати, его. Он же то ли задыхаться начинает, то ли что. Какая что слабая. Нет, эту хрень надо менять. сундук, чувствую, не судьба. А он золотой. Нахер, все. Все, 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 выплыл. У меня было такое ощущение, что оно так совпало, что задыхается под водой, но этого что-то не существует. Кстати, это еще один довод в копилке того, какие гении делали эту игру. ибо мне тут рассказывают, тут сделано все по реализму, что нужно уклоняться, нужно правильно выставлять щит, чтобы он как бы отразил удар, а можно так заблокировать щитом, что тебе сначала щит в башку прилетит, потом ударится щит, и поэтому урон проходит. И это так реалистично, это так зашибись, как реалистично. А потом ты входишь в воду, мало того, что под водой горит огонь, ну допустим, допустим, это факел, который облили напалмом. Напалм, сука, горит под водой. Хорошо, я могу это найти, объясняю, но то, что он не задыхается, ну то есть тут каждый искатель приключений получается, а не тут всего вдвоем, Каждый искатель приключений здесь проходит абсолютно ультра подготовку, супер качественную, и он может не дышать 7-8 минут, да? Ой, ладно, все, короче. Я уже не говорю о том, что у чернокнижника возле стен заедает заклинание, а не просто типа в стену попало, и он просто отменил его. Он ну ни жизни забрал, ничего, ну вот просто отменил. При этом под водой можно колдовать сколько хочешь. Ничего не отменяется. А все, а все, тебя сейчас спину сломают. Ну и где же твои заклинания? Где твое ослабление? Ладно. Подожди, а кто ты? Ну, допустим, 40 славы, да, допустим. Как для 166 славы и для чернокнижники и для 54 уровня он как-то странно себя ведет. Кстати, насчет, если сделать промежуточные выводы, зачем он не только колит, а пытается два раза ударить? Постоянно! Это мне кто-то еще что-то пишет. Блин, третий, четвертый или какой-то... А кто-то ему скажет, что можно было по одному удару делать с перерывом? И было бы лучше. Это не быстрее. Вот то, что он делает, это не быстрее. Ну, ладно. Промежуточные выводы. Волшебникам не так сложно играть. Да, мои ожидания полностью подтвердились. Негативное ожидание того, что нужно ждать, ждать, сидеть, ждать, сидеть, ждать, сидеть, сидеть, ждать. И от этого я вообще не в восторге. Но но та фишка с уроном ни хера себе. Обрати внимание, вот тут кренель мне там писал ну, ну, вся херня. А здесь воин не прется вперед чернокнижника. Он смиренно ждет за спиной. Даже несмотря на то, что чернокнижник дурака валяет и не магия его шарашит. Что это из заклинаний взял? Можно посмотреть, какие он заклинания взял? К сожалению, нельзя. Но все-таки воин сидит себе спокойно за спиной. Не прется вперед. ну вот такие персонажи играют порой. Вот такие. Хорошая место, надо бы запомнить. Надо будет взять на вооружение. Матар Матарыча здесь просто размотать как дети в школу. Главное запомнить, где она находится. Справа от лестницы. А выходишь чаще всего слева. Ну то если повезет там оказаться. Допустим, допустим. А что у тебя надето? Ну, понятно. Как будто бы он тоже один бой провел. Один бой. Одно подземелье зачистил, понабрал, что понабралось. Примерно такие шмотки такого уровня, потому что ловкость и сила со штанами, ну понятно, да? Хотя, а вдруг он их специально выбрал? Вот это был бы поворот. Не думаю, не думаю. Эти верю, это тоже верю, вот это вот верю, хотя мог найти. Книга обычная, меч обычный. Так, у тебя что? Посох обычный, ЭКЮ, который можно было найти, а можно было не найти, конечно. ну, ясно, ребята, скорее всего, шли с базовым лутом, скорее всего. Я верю, что в тех предыдущих двух подземельях можно было все это накаледовать себе. Ну и, естественно, жизни тут ребята берут балом бутылок и этих самых и бинтов. Всегда любыми персонажами. Был близок, был близок чернокнижник в кончине своей. Рискнул. Или, а, у него заклинание что? Нет, у него нет заклинания перка. Он мог себя и убить. Он бы мог себя и убить им. Ну, нет, видимо, рассчитал. Или повезло. Что-то одно из двух. Но, в целом, как-то он сильно отличается от того, что я привык видеть на 150-м, 160-м, 166-м уровне фактически чернокнижником. Так, они рассчитывают добраться до сундука, до того, да? Почему бы и нет? Почему бы и нет? что-то там у него измежало, разве что, если он тебе надо. До сундука они добрались, а толку с этого нет, потому что точно так же, как у меня, нет отмычек. ток, а вор умеет вскрывать замки без отмычек? И пора, сколько там секунд, способность, которую установили, нет, нет такого. Если нет, то жаль. А так бы, я бы хотел бы ворам чисто из-за этого погонять. забить на мобов. Опять же, насчет факела, да? Какая частая эта тема с факелом? Кидать факел и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ты понимаешь, да? Какая-то хрень с писаном на стене. Кто делает? Ага. 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 Ну, ребята, мне нравится, что ребята не сразу свалили, а прям лутаем, ищем, а вдруг отмычки найдем? Сейчас еще будем, а не, не будем, кирки-то нету. А у тебя? О, у тебя есть. Давай, херач. Ты уже напрягся. Срочно херачить. Ну, в принципе, у него есть время, это делало полностью забрать. Что придумаешь ты? Ага. Еще один сундучок замечен тобой, Я бы не сказал, что он тут много набрал чего? Конкретно воду имеется ввиду. Почему он тут проклятиями не полечился об нее? Об него? Не знаю. Я же говорю, он, в принципе, не очень похоже, что играет так, как большинство играет чернокнижником с таким уровнем. Может быть, отвык, а может быть... А может он погоняет, погоняет, и на другом классе погоняет, а потом забывается и так далее. Потерялся, да? Потерял дыру. Пришлось обойти все. Подожди, а там же тоже сундук нет? Или нет? Зато фигней. А разве за статуей ничего нету? Я не помню, чтобы они смотрели. Ну, может и нету. Может быть и нету. Не, нормально в целом. В целом нормально, но такое дело. Шестой уровень, сразу снаряга там, вся херня. Давай продавать. Опять же, я не уверен, что мы на нем останемся, поэтому копить это дело не вижу большой надобности пока что. Второй все. 150. Так, освобождаем, да? Опять же, то, что это оно не сразу летит тебе туда. Если там есть место, оно кладется в тебе в тайник, ну, то есть в типировку. Ну, блин, это такой геморрой. Как они додумались только до этого. Ну, может, побегаем в этих лаптях. Может быть. А, вот камни еще забыл продать. Надо тебе, Эля. Блин, там кому-то надо им всучить. Может быть, всучим. Пусть будет пока что. А. Вот теперь нормально, да. Ну, теперь хорошо. Окей. Окей. Кстати, я слышал такое негодование по поводу того, что, Саша, то там такие ценники за это самое в Данженборн, такие ценники за все ништяки, что просто капец, как ты можешь в это играть. Там же просто ужас ужасный. И так далее, и тому подобное. А ты вдумайся, насколько они здесь сделали классно. Ну, допустим, допустим, они ограничили все одним персонажем, одним персонажем в бесплатной версии. Допустим, нет проблем. Но так ты же теряешь все везде, если ты убиваешь этого персонажа. Вот настолько ребята, вот настолько они, хотят заработать. Да не проблема, это нормальное желание. Но если мне сравнивают ее с Данженборн, эту игру, ребят, надо быть попроще как-то. Серьезно. Там так жестко яйца не выкручивают, что типа, а, ну не хочешь платить, так мы тебе все удалим, если ты хочешь себе нового персонажа создать. Все вообще. Нахер пойдет все абсолютно. Кстати, эти самые, то же самое, торговцы, все нахер выходят из чата. Все заново абсолютно. После этого мне будут рассказывать, что там как-то сильно жестко, а тут не жестко. Нет, ребят, нет. Здесь так жестко, что мама, не горюй. Кому же нужно из вас кружек-то этих, а? Понасовывать-то, это что, мой тестер, что ли? Ладно, давай, хорошо. Ничего страшного, я не обеднею. Кому-то из них нужны были кружки, и я только не помню, кому. Жаль. Вообще не помню, кому. оно еще, блин, не очень очевидно. А где взять обломки брони? Может быть, это не в первом квесте? Да, наверное. Ладно, пофигу. Ну, такое. Такое. Ну, в принципе, за одну ходку набрал две, 250 при том, что обновил себя гардеробчик не кисло так. Но, опять же, на это тратиться надо, прям надо, капец. Единственное, что я не чувствую в нем уверенности пока что. Ну, пока так, знаешь, понемножку, по чуть-чуть. Еще взять оттуда. Точно. Точно, точно, вот отсюда. Самое то. Я бы, у кого костерчик? У кого костерчики? Да, действительно. А разве нельзя было купить костер? Странно, я был уверен, что можно. Или кого-то из вас пропустил. А вот. 20 копеек, копеек, а? Ты посмотри на него. Ну, надо, но. 20 копеек. Нормально. Хорошо. Хорошо. Пока так. Покатаемся. И тем не менее, 170 еще осталось, можно купить себе зелий, как минимум зелий, на следующую катку. Как насчет втроем погонять? Чтобы у меня перестали заканчиваться мои друзья пвпшные. вот такие. Да начнется приключалово. Да, начнется. Ищешь кого убить, или ты аккуратно исследуешь территорию, чтобы... Чтобы... Чтобы аккуратно исследовать территорию, А знаешь... Нет, наверное, не очень хорошее место, чтобы починить. Все-таки. Все-таки не очень. Упаш, упашу, в спину. Вот так. Вот именно. Ну, ради одного скелета. А что, он не сгорает, что ли? Так ты удачно стоишь, а? Да нихера он сгорает, как дети в полу. Хочется отметить все-таки на данном этапе мне... Я не могу сказать, что мне не нравится персонаж этот. Уфак. Ну, чтобы он лупашит, или... Давай я тебе заряжу огнем тебя. Сади ему. И я тоже. Не попаду. Вот видишь, если бы я, что бы ты делал без меня. А мне это нравится, этот персонаж. Единственное, что мне в нем не нравится, это то, что я им не сам играю, а в рамках записи видео. А в рамках записи видео. И вот это вот два-три таких приседания на минутку, на две, которые будут перемотаны. может взять дополнительный физурон. Ладно. Это, конечно, напрягает. А так-то персонаж нормальный. Я ожидал куда более худшего. Серьезно, я прям ожидал такого лютого трешака, что просто не передать. А нету трешака-то нету. Честное слово. Даже несмотря на в принципе темперамент мой, ожидание меня в этом плане не коробит. Только потому, что я понимаю, что это может не очень интересно смотреть. Извини. я был первый. Я абсолютно точно был первый. Такс. Здесь есть выход, если что. Вот эти ворота. Мне интересно посмотреть, а где рычаги какие-то может быть, которые нужно скрывать, активировать. Чтобы эти ворота открылись. Или они сами собой откроются. Просто потому, что время время подойдет. Да, нет. Да, нет. Да, нет, да, нет. Хочешь еще огня? нахрен. Короче. Но чародей здесь в этой в тройке он скорее группа поддержки. Жаль, что к нам не побежал тот крендель. Очень жаль. А че это было? Почему так? Почему она так отразилась? А? Почему она так отразилась? А? Как будто в меня полетели мои же снаряды. Идем к нему. Идем. Сюда. Втроем выжить проще. Что он тут делает вообще? Но маг в большей степени серьезная группа поддержки. Может он обиделся, что я там забрал тот винт и эту самую подвеску. Утокими обычаями обидчивыми быть. Интересно. Ребята захотят запорталиться? О! Там уже конкурирующая фирма. А где ты? Охренеть. А где он вообще? А он в подпол ушел. Не, ну его нафиг. Он вообще не играет в команде. Этот играет в команде. Он пытается даже полечить. А тот дядь вообще хер клау. Мы там просто загнемся с ним быстрее, чем я успею что-то понять. А я только начинаю играть. Магом, что тут такое было? Какие-то странные, непонятные свечения красные. Оу, факт. Это моя любимая херь. И мы с ним вроде бы кое-как, но в команде играем. Не с тобой. Уйди. Эй! Огня добавила ему, да? Добавь человеку огня называется и получи в хлебальник этим огнем. Подождем, нам нужно кое-чего восстановить. А, ну он вылечил. Вот опять же, конкурирующая фирма здесь за углом буквально. Кстати, надо закрыть дверь. Какого хрена? Можно они даже сюда не пойдут если верят, что закрытая дверь и выберут какую-то другую закрытую дверь. Так вот, конкурирующая фирма за углом. Чё к чему? КЗ. Напугал. Напугал. Шуток, но все-таки. Основи мне вот эту хрень до полного уже. Да, эти огненное оружие, оно тратится быстро, но и восстанавливается достаточно быстро. В целом. Его еще, на удивление, не убили. И он почему-то не лечится. А я привык к тому, что тут все таскаются. А, все у кого более-менее повыше уровень. Все таскают с собой куча лечилок. Но это не про него. Он хрен вложил на кучу лечилок. Ты хочешь вернуться к нему? Поверь мне. Он этого не оценит. Или куда ты бежишь? Воссоединимся с нашим блудным воином. Давай попробуем. В смысле? Его вы не лупашите. Наш клирик этого не понял. Наш клирик этого не понял. Мне придется его интереса отстаивать. Извините, у нас получается гоп-контора. А что, у него было что-то хорошее? О, как долго. Возможно, он понял, что ему не выжить здесь против нас. она тебе этот гребаный шлем. Кстати, крыло я тоже не брал. Вот так, пожалуй, сделаем. Да мне тут особо-то ничего не нужно с него. питьеву разве что. С этим, дядька, я бы еще погасился. Хотя такое ощущение, что он тут впервые. А может и нет. что они так договорились между собой не драться. Да, поддерживаю. Поддерживаю. Мы его типа бросили, но он элементарно может спастись там выхода валом. я хочу погонять с этим клириком, если вдруг получится. Вдруг. Ну, а вдруг? К сожалению, не получилось. Я отправил и там приглашение в группу и в друзья. Увы, он, видимо, уже успел куда-то отправиться или, может быть, в принципе, прекратил на данный момент играть. А чего хочется подытожить? Вопрос. А чем вам так не нравится маг? Типа Северпом появится что ждать? Или же ну, это опять же вперед нарожен лезть с ним не стоит. Он скорее как маг поддержки. Я бы это так назвал. Это не боевой маг, а вот маг поддержки. Шикарно играется. Никаких по этому поводу негативных эмоций. Только то, что меня расстраивает, что кто-то может перемотать. Естественно, YouTube это, в принципе, все сечет. Очень ему это не нравится, когда перематывают. Да и вообще, в принципе, человек может подумать, ну, блин, ну, скучно. Все ездить, постоянно ждать, вот это все. А если этого не делать, то очень даже себе класс. В одиночку играть будет совсем уныло. Ну, то есть, нужно определенный склад характера иметь, чтобы им играть. А так, я к чему это веду? Мне хочется им продолжить. Это не то, что мне реально хочется им продолжить играть, а развить, где-то ему еще пару перков, я, кстати, еще прошлый раз взял мастер огня, еще парочку перков и посмотреть, как оно что будет, к чему. Может быть, даже поюзать какую-то другую фигню, но, наверное, от медитации отказываться очень не стоит, ибо тогда только костер, да, как я понимаю. Тогда восстановление заклинаний исключительно через костер. Но вот это, я бы еще вот эту хрень взял бы, наверное, и может быть, может быть, может, может и не быть вот эту хрень, или вот эту, вот эту даже скорее, но если ударяться в огонь. А в заклинаниях так и не попробовал, но я брал молнию с собой, это было видно. Не хотелось жахнуть своего. И она, наверное, восстанавливается долго, потому что два заряда, а чем меньше зарядов, я засек, чем меньше зарядов, тем дольше восстанавливается. Но все-таки знания у него хватает, навалом, это при том, что у меня на знания ничего дополнительно не дает мне знаний. Ему знаний. Да. Ну, в общем, боль адская какой-то я не испытал. Ну, как? Давай разделять адскую боль по поводу того, что это могут перемотать и, скорее всего, будут перематывать, если им играть на постоянке. Да. По полной. Адскую боль от того, что это херовый персонаж. Мне даже вот только сейчас, только сейчас мне действительно стало интересно, а что же это за чародей, которого не добавят? Какой он там будет? Класс. Класс. Новый класс. И вот только сейчас я действительно задумался, а вдруг это будет прикольно? Потому что до этого я воспринимал мага как что-то такое. Хотя будем откровенны, я с ними практически не сталкиваюсь, а где-то вот в реальном бою я с ними сталкивался за всю игру. В лучшем случае, вот в бою, в бою, не то, чтобы приседали и разошлись, а три, может быть, четыре раза. И вот не могу вспомнить, чтобы хоть один волшебник грохнул моего чернокнижника, но я тогда же если я с на чернокнижнику играл, а рыцарями, не помню, что мы с ним сталкивались? Ну, типа, если имеется в виду один на один, а не толпа. Ну, такое. В общем, чем так плохо, это класс. Это при том, что я абсолютно не умею играть и так, что-то как-то по наитию. Это при том. Да? Я, может быть, и там бы, в первой самой катке выжил бы, если бы не бутылки с полившей контору, или если бы просто нашел бы более укромное место на посидеть. Окей. Да. Да. Просто, что концепция тратить место на посидеть, то есть, тратить место на то, чтобы найти место, где ты потратишь время, тратить время на это, ну, такое. Да. У меня просто перед глазами как человек просто выключает видео, просто на этом выключает в моменте видео. Это надо не полиция делать вид, что... Да нет, нет, я ищу там врагов или что-то, лут. Интерсерк, нонсенс. Но все-таки. Если тебе понравился этот персонаж, конкретно волшебник, хочется увидеть с ним продолжение, а не переход на следующий класс, там плут, или что там, клирик, или еще что-то там, друид, дай знать в комментариях, именно от этого буду отталкиваться, именно от этого, а не от своих хотелок там поиграть им или не поиграть, потому что мне на данный момент я все равно его убью. У меня это в виду. Я все равно буду создавать нового персонажа, этому придет аминь. То есть такое дело. Но погонять им хочется. Большое спасибо всем за компанию и ба-бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok